29 признак. Учащение землетрясений. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. Сегодня землетрясения происходят даже в странах, в которых проживают мусульмане. Хотя Всевышний Аллах обещал, что не будет насылать стихийных бедствий на богобоязненных мусульман. В длинном хадисе Саубана сообщается, что Аллах сказал своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, О Мухаммад, если я решил что-нибудь, то это неотвратимо. Итак, я даровал твоей общине то, что я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия, и не нашлю на нее никакого врага, кроме того, который находится в ее собственных рядах, и сохранит она свою целостность, даже если все население соседних провинций выступит против них, но только до тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг друга. Землетрясения унесли тысячи жизней в Египте, Узбекистане, Афганистане, Иране, Турции. Не пора ли мусульманам опомниться, вернуться в лоно истинной религии Аллаха и поклоняться ему искренне и правильно? Тридцатый признак. Учащение провалов, падений и уродств. Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, перед наступлением конца света моих последователей будут поражать провалы, уродства и падения. Она спросила, о посланник Аллаха, неужели мы будем гибнуть, даже несмотря на то, что среди нас будут праведники? Он ответил, да, это произойдет, если распространяться низость и коварство. Абдаллах ибн Амар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, некоторые из моих последователей будут превращены в уродов и заброшены камнями с неба. Это будут люди, питающие вражду к религии и отрицающие предопределение. Бакира, жена Аль-Ка'ка, ибн Абу-Хадрада, рассказывала, что слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находясь на Минбаре, сказал, «Если вы услышите, что одна из моих армий провалилась под землю, то ждите наступления судного часа». Абдаррахман, ибн Саххар, аль-Абди, рассказывал от имени своего отца, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока целые племена не будут проваливаться под землю, а люди будут спрашивать, кто остался жив из такого-то рода». Рассказчик Хадиса сказал, «Я понял, что речь идет об арабах, потому что только арабов определяют по племенам, а не арабов определяют по их городам и поселениям». Хафса рассказывала, что слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Армия будет направляться к Каабе для сражения. Когда они окажутся на пустыре, в середину войска провалятся под землю. Оставшиеся воины будут взывать друг к другу, а затем тоже провалятся под землю. Из них спасется только беглец, который и сообщит людям весть о случившемся». Что касается обезображивания грешников, то оно может иметь как прямой, так и переносный смысл. В священном Коране говорится, «Вы знаете тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте презренными обезьянами». Ибн Аббас и многие другие толкователи считали, что иудеи, о которых сообщается в этом аяте, действительно были превращены в обезьян. Муджахид, Хатада и Абу Аль-Алия в свою очередь считали, что под превращением обезьян подразумевается только духовное превращение. Ибн Касир и Ибн Хаджир отдали предпочтение первому толкованию. Причем Ибн Касир отметил, что мнение Муджахида противоречит очевидному смыслу коранического откровения. В любом случае, перед наступлением конца света, люди будут отличаться отвратительным нравом и скверными деяниями, за что будут наказаны еще при жизни на земле. Некоторых из грешников Всевышний Аллах превратит в свиней и обезьян, и в пользу этого говорит хадис Абу Малика Аля Шари, о котором мы говорили выше. Субтитры создавал DimaTorzok